Тема крестьянского труда. А лучшие картины известных русских художников Венецианова, Месоедова, Крамского и многих других посвящены жизни крестьян. Художники любовно писали светлые, прекрасные лица тружеников, их вдохновенный труд на родной земле кормилицы. Венецианов был известен как хороший мастер-портретист. Когда художник переехал в свою усадьбу с Афонка во Тверской губернии, он увидел здесь жизнь, прежде ему неизвестную. Очень захотел нарисовать ее и создал серию картин на темы крестьянской жизни. Картины Венецианова исполнены поэзией, они радуют глаз, своей красотой, покоем изображаемых сюжетов. Таким настроением наполнена картина на пашне весна. После зимнего отдыха проснулись поля, земля напиталась влагой, на деревьях зеленеет молодая листва, по небу плывут легкие облачка. Крестьянка, вышедшая баранить, ведет двух золотистых лошадей. Она с нежной улыбкой смотрит на играющего ребенка, освещенная солнцем. Крестьянка в праздничном наряде сама похожа на радостно шагающую по земле весну. Венецианов, жнецы. Картина Григория Мисоедова «Косцы» полна поэзии, строгого, торжественного чувства. Композиция картины вытянутой по горизонтали, прямоугольник. На переднем плане из золотого хлебного моря выходят косцы. Первый старик-богатырь. За ним косцы помоложе, последний совсем юный. Их лица спокойны, в движениях нет ни натуги, ни усталости. На голове у старшего крестьянина, словно корона, венок из золотых колосьев. Такой же радостный праздничный пейзаж в картине «Золотая рожь», «Голубое небо», А розовые облака, порхающие жаворонки, белоснежные ромашки у края хлебного поля. Косарь, разудись с плечо, размахнись, рука, ты пахни в лицо ветер с полудня. Освежи, взволнуй степь просторную, зажужжи коса, как пчелиный рой. Молоньем коса засверкай кругом. Крамской пасечник Жизнь деревни на картинах Аркадия Пластова Среди художников прошлого века искусства Аркадия Александровича Пластова выделяется своей яркой, правдивой передачей жизни деревни. Пластов родился в 1893 году в семье сельских иконописцев и провел большую часть своей жизни в деревне Преслонихе Ульяновской области. До конца своей жизни он продолжал работать среди земляков, отражая в своих картинах их повседневную жизнь. В зависимости от сюжета Пластов использует тубойную игру красок, цвет, и тогда все на полотне, залито солнцем, радугой красок. Кто пишет в сдержанном колорите, но в любом случае его изображение – сама правда жизни. Пластов был неутомимым рисовальщиком. Он никогда не расставался с небольшим альбомом и карандашами. Его многосторонний талант нашел свое отражение в прекрасных иллюстрациях книг русских писателей. Большинство из них также посвящено деревне.